Огромная воронка и полностью разрушенный подъезд жилого дома. Это последствия российского авиаудара. Бог миловал, что упала рядом, а не в дом. Если бы в дом, то была бы куча трупов. Российские войска сбросили бомбу на жилые кварталы Херсона вечером 8 марта. В это время все жители были дома, однако в этот раз обошлось без жертв. Ранение получил 7-летний мальчик, который гостил у дедушки. Его с множеством травм забрали в больницу. Взрыв был такой силы, что столб земли поднялся на десяток метров вверх. Говорят, чего это вы должны жить лучше, чем мы? Разрушена крыша и балконы. Выбиты десятки окон сразу в нескольких домах. Больше всего от удара пострадали квартиры на верхних этажах. Анатолий живет один, присматривает за квартирами соседей, которые выехали. Говорит, его спасли заклеенные окна. Не засыпало осколками. Утром люди повыходили, плачут, под гариками светят. Думаю, надо и себе спуститься. А вытянем его. Дверь закрыли. А потом вот сейчас ночью полиция была. Живой, я говорю, живой. Хлопцы, если можете, откройте. Они говорят, все. А вот соседние двери от взрыва полностью вылетели. Мы желаем им такого же только в сто раз больше, этим русским. Авиаударом россияне не ограничились. В разгар спасательной операции, когда на месте находились все аварийные и коммунальные службы, начался повторный обстрел. Было много прилетов по звуку. Грады. Очень много обстрелов. Оно слышно, когда летит град. Звук такой свистит. А это был просто взрыв. Вы уже различаете, да? Да. Я сам бывший артиллерист, знаю, что это такое. Они стреляют так абы куда. Абы куда. Они метко не могут стрелять. Взрывы в Херсоне стали обыденностью. Каждый день российская армия ведет огонь по освобожденному городу. Только за сутки 8 марта на правебережной части области погибло двое мирных жителей. Еще двое получили ранения. Херсонцы уже адаптировались к постоянным обстрелам, как к новым реалиям при фронтовой жизни.